приветствую вас дорогие друзья гости моего канала цветочный сад у аленушки тема сегодняшнего видео пойдет о клематисах многие задают вопрос чем вы кормите свои клематисы почему они у вас такие пышные здоровые обильно цветущие есть у меня друзья конечно много молодых клематисов которым 1 2 года но есть и клематисам которым по 6 по 5 лет итак друзья сегодня у меня будет вторая подкормка для своих клематисов подкормки я начинаю в зависимости от условий региона главное чтобы воздух был прогрет до плюс 10 градусов вот когда у вас становится такая уже погода можно будет проводить первую подкормку первую подкормку я провожу азотным удобрением а мячная селитра плюс опрыскивание по по объектам если это 2 2 группа обрезки стимулятором роста любым стимулятором роста я использовала циркон снимала подробное видео вам на эту тему поэтому друзья ссылочку оставлю под этим видео то есть первую подкормку можно провести азотным удобрением любым удобрять кусты следующую подкормку можно проводить через 14 дней приствольный круг освобождаем от сорняков и готовим к подкормке наши растения когда снимала вам видео показывала первую подкормку клематисов помимо этого что я сделала жидким удобрением подкормку то есть жидком виде я применяла удобрение аммиачная селитра я разводила его в воде также стимулятор роста по опрыскиванию и также я присыпала перегной перегной очень любит органика органику клематиса поэтому хорошо можно замульчировать перегноем это очень хорошо скажется на развитие растения уход за клематисами не сложный но начинающим цветоводам нужно хорошо познакомиться с правилами выращивания этого удивительного растения способного украсить любой участок знать группу обрезки это не сложно друзья присоединяйтесь будем вместе кормить ухаживать и любоваться цветением этого прекрасного растения клематиса хорошо зимует в нашем регионе курская область я не укрываю в зиму даже молодые не укрываю в этом году почти что все вышли два клематиса но они поздние выходят всегда очень поздно самыми последними так что друзья рост хороший начинаем кормить от кормки клематисов я сегодня буду использовать двойное средство то есть первое это будет вот такое посредство как мука известняковая ну то есть доломитова это без разницы чаще всего используем чтобы снизить кислотность почвы и это средство я взяла на вооружение очень давно когда решила заниматься клематисами то есть известковое молочко мы используем для подкормки я его использую в начале мая также буду после того как подкормлю этим средством свои клематисы приствольный круг я смешаю перегну вместе с золой потому что на золу наши клематисы тоже очень хорошо реагируют можно внести древесную золу под куст до 500 грамм и избавиться от вредителей из огнивания корневой системе ни в коем случае нельзя использовать средства для подкормки содержащий хлор поскольку растение резко снизится жизнеспособность иммунная система ослабеет поэтому используем сегодня вот такое средство как развести берем 10 литров воды использую я 250 грамм у меня пол литровая банка половина пол литровой банки на 10 литровых хорошо размешиваем растворяется хорошо доломитовая мука получается вот такой звездковое молочко которое предостережет наши клематисы от такого заболевания как вилт и конечно даст им хороший рост рыхлю приствольный круг делаю небольшое углубление виде канавки сантиметров 10 отступаем от самой прикорневой зоны нашего клематиса и в этот ровчик я буду вносить это удобрение подкормку кто как называют известковое молочко где-то 3-4 литра на один куст и после этого когда впитает раствор будем мульчировать смешиваю залу с перегноем у меня перегною очень много лет он такой хорошо перепревший брали на старой фирме и больше пол ведра здесь мне 12 литров ведро это литра 8 перегноя и пол-литровая банка золы после того как я пролила известковым молочком я все это мульчирую высыпаю около 8-10 литров под куст и мульчирую все это вот этим перегноем вместе с золой и тогда ваши клематисы будут цвести расти и радовать вас своим буйством красок вот и все друзья понравилось видео ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик кормите свои клематисы всем пока пока